Ребята, привет, привет, привет. 1 января 2022 года. Вот я на Ленинградском вокзале, жду свой поезд. Едем с вами на новогодние каникулы в Москву. Будет много чего интересного. В общем, ребят, поехали. Значит, я сейчас пришел на вокзал. Столько бомжей, ребят. Я еле нашел место, чтобы сесть. Потому что, короче, сейчас вы все увидите. Сейчас я камеру переверну, покажу. Коршуны, короче, я не мог найти место, чтобы сесть. Вот везде вот так люди сидят. Я не знаю, недели уже не мылись, наверное. Вот видите, вот все спит. Почему не гоняют? Едем в Москву. Так, ну что, сейчас поезд подойдут. Пойдем с вами на Сапсан. Так, карета подана. Давайте быстрее холодно. Рука мерзнет. Красавец. Коршуны, все, я в поезде. Через 10 минут отправляемся. С кем остался Маркиз? У меня коллега на работе. Я говорю, посиди с Маркизом. Заодно в квартире поживешь. Потому что она комнату в коммуналке снимает. Женя, я боюсь твоего кота. Он шальной. Он говорит, он не устроит. Нормально все будет, не бойся. В общем, сейчас пишет Женя, нормально. Кот спит. Я смотрю, что она смотрит. С легким паром, по-моему, что она смотрит. Вот так. Ну что, сейчас, ребят, поедем. Со скоростью 200. С чем-то километров в час. Дальше видео покажу. Так. Дорогу взяли часть новогоднего стола. Оливье и пирожки. Вот твой стол. Это мне? Ладно. Хорошо. Дамы и господа, просим прослушать. Так. Ну что, Петербург. Пока-пока-пока. Все. Кат, проехали. Впереди Москва. Так. Ну да, блог пишет. Скорость 230 км в час. Как ощущается? Ребята, во времена Екатерины в Москву пульт занимал 7 суток. Сейчас на Сапсане 4 часа. Я проехал полтора. Что-то у меня как-то так скучно. Мне хочется быстрее, быстрее, быстрее быть в Москве. Чем они раньше занимались? Неделю, когда ехали. На лошадях. Там же трясло еще, да. Сейчас вот мягко едешь. Вот так, ребята. Вот так. Как думаете, чем они там занимались? Про свозы читали? Книжки? Что они там? Интриги строили? Так. Ну что, как проезжаем? Уважаемые пассажиры. Все, мы в Москве. Основное средство профилактики новой коронавирусной. Все, приехали. Очередь на выход. Так, Коршуны на месте. Вот. Холидей. На Павелецкой. Идем посмотрим, что там внутри будет. Что за номер? Сколько стоит? Сейчас все расскажу вам. Ну что, Коршуны, смотрим номер. Это вход. Вот дверь. Так, здесь ванная. Чуть позже зайдем с вами. Так, пошли, пошли, пошли. Это подданная дверь, видимо, в соседнюю комнату. Она закрыта. Ну ладно. Так. Мой рюкзачок. Креслица. И кроватка. Любимая. Любимая. Я сейчас здесь буду спадки. Окошко и телевизор, ребятки. Как-то так. Коршуны стоимость. Номера, смотрите. Показываю вам. Сейчас, подождите, подождите. Чек, чек, чек. Вот. Вам видно? 5130 рублей. Это за ночь. За ночь. А за две ночи 10. Ну, 10-260. Они 50% сняли у меня заранее. И, собственно, ой, собственно, еще 50% сняли сейчас. Короче, сейчас покажу вам ванную. И потом пойдем с вами гулять по морске. Правильно? Правильно. По новогодней. Сегодня 1 января, ребята. Все. Идемте смотреть ванну. Короче, коршуны. В этой гостинице самый дешевый номер. Вот. Я вам цену показал уже, да. Это номер для инвалидов, оказывается. Видите? Вот здесь вот место ванной, да. Вот такой. Такая душевая кабина. Туалет. Собственно. Что еще? Раковина. Я. Господи. И дверь. Все. Коршуны, кстати, подождите. Подождите. Еще здесь завтрак включен. Мы завтра с вами пойдем, посмотрим, чем нас будут кормить. Хорошо? Ну все, я моюсь и пойдем. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу. Ребята, идем-идем в Москву смотреть. Идем-идем. Быстрее-быстрее. Коршуны за мной в парк Зарядье. Что хочу сказать, ребят. Я когда был маленький, я жил рядом с Минском, в Белоруссии, и всегда просил, мам, мам, пожалуйста, свози меня на Новый год. Вот на елку. Свози, чтобы посмотреть всю эту красоту. Мама говорила, зачем? Что там не увидел? Ночью куча пьяных. Сиди дома и не рыпайся. И у меня была мечта о том, что когда-нибудь я смогу вот прям ходить и наслаждаться. И до сих пор, ребята, у меня остался вот этот момент, что я не могу не находиться в ней. Вот я хожу, смотрю, вот что-то любую, как ребенок маленький. Уже три часа в Москве гуляю. И все равно вот красиво. Короче, мой телефон, ребят, надо выкинуть, да? И купить нормальный. В общем, в общем, недополучил я вот этого в детстве. И сейчас могу бесконечно ходить по Москве, по Питеру, ну, по любому городу. и любоваться лампочками новогодними. Хорошо, идем дальше. Я сейчас еще вам кое-что расскажу. Короче, коршуны сейчас на улице полвторого ночи. Я исходил всю Москву лампочками, любуюсь. Значит, второй момент, который я вам хотел сказать. Я сейчас нахожусь в Александровском саду. За мной стена Кремля. Вот я хожу и у меня такое, такие мысли в голове, вот, как бы, вот, недостойны вот этого, недостойны этой жизни, потому что мало я работал, мало добивался. Есть люди, вот я смотрю на мигрантов, вот здесь в Москве очень много и дворники, и таксисты, и вообще все-все-все-все. Вот я на них смотрю, они такие бедные, несчастные, а я вот хожу, жирую, в хорошем отеле остановился, могу позволить тебе не работать, да, несколько дней ходить гулять, просто наслаждаться. Плюс в своей квартире живу, плюс коммуналку сдаю, и это все несправедливо. Короче, вот какие такие дурные мышцы у меня сейчас в голове, реально, ребята, я вот сейчас не шучу, с собой отслеживаю. Откуда ноги растут? Ноги растут из детства, конечно, ребята, конечно. Вот что-то мало мне с папой внушали, что, ну, нельзя, некрасиво, надо, как все, надо по-бедному, не выпячивать. В общем, ребят, я хожу с таким чувством. Надеюсь, все хорошо, я счастлив, я счастлив. Москва новогодняя красивая, мой, к сожалению, мобильный телефон не позволяет вам передать эту красоту, однако, супер красиво, отлично, так что, будет возможность, конечно, приезжайте в Москву, город очень красивый, европейский, скажу так. Ну, все, я завершаю, вот, ну, не видео, а конкретно сегодняшний день. Завтра с вами встречаемся, в этом же ролике посмотрим, какой у меня будет завтрак, что на завтрак включено в отеле, так что все, ребята. Доброе утро, Москва встречает снегом, идемте завтракать, коршуны мои, идем, идем, голодный, как волк. Коршуна, смотри, сколько людей, поэтому на завтрак нужно приходить пораньше, а не в 9. Сейчас, ребята, пойду вам покажу, что, что можно набрать. Здесь шведский стол. Так, это яичница, омлетик, картофан, сосисоны, сосиски есть на завтрак, я точно не буду. Так, чаек, и здесь каша. Сейчас, ребята, смотри, какая каша. Каша манная. Так, по ночи еще раз ходим. Так, хлебушек. Так, что у нас здесь? Ой, персики маринованные, джемы, сахар в банках. Вот, это тема, я люблю. Огурчики, помидорчики. Слушайте, а что за дискотека? Это намек о том, что, ребята, не ешьте, не ешьте вот этот крахмал. Так, и что там дальше у нас еще есть? А, ну здесь все. Здесь чай, соки, хлеб делают. В общем, пойду наберу себе и сейчас с вами покушаем. Так, что я взял себе? Каша манная, жидкая, как молочко, чаек и запеканка. Сразу скажу, что, ребята, здесь, кроме творога, еще положили манку, куча заменителей, и 3 тонны сахара, к сожалению. Как-то так. ладником, приятного аппетита. Еще, имейте в виду, количество подходов не ограничено. Можно заходить до пол-одинства, хоть 5 минут и кушать. Так, Коршуны, я в МЦК, Московское центральное кольцо. Ласточки, в общем, ходят по кольцу и соединены со станциями метро. Очень удобно. Вообще, касательно транспорта в Москве, очень развит. Питер отдыхает просто по всем позициям. В этом году уже здесь станции метро открыли. У нас два года назад в Питере открыли, по-моему, три станции и все. И глухомать, тишина. Все там разбираются, кто кому что должен. Так что, вот такие дела. Москва, молодец. Собянин, плюс, однозначный. Транспорт развивает по всем показателям. Еще, пойдемте, прогуляемся. Посмотрим, день второй, растрясем то, что я сожрал на этом. Сколько сахара наел на завтраке в гостинице. Ну, вот так едешь с поезда и смотришь на Москву. Это Варшавское шоссе. Смотрите, какое движение, сколько машин. Дын. Ничего себе постарались. Смотрите, как красиво. Сколько шариков. Молодцы. Гу-гу-гу-гу. Молодцы. Так, Коршуны, мы на ВДНХ с вами, такая красотень, идем туда, вот где там все светится. Смотрите, сколько народа, ребят, смотрите, чтобы попасть в метро, вот на Москву, вот на жизнь, каждый день люди вот так живут, представляете, чтобы на работу доехать или обратно вернуться. Тра-та-та, тра-та-та, ребята, смотрите, сколько света, оп, оно обратно. Коршуны народа, просто тучи, тучи людей. Но зато красиво, смотрите, ой, как в этом, как в сказке, да? Все ярко, светло, позитивно, по-новогоднему, это так. Вот собачка, смотрите, какая красивая. Ой, хорошенькая собачка, маркизик мой, бедненький, он дома там скучает, наверное, без меня. Звонил коллеге, она говорит, дрыхнет целыми днями, твой маркиз. Коршуны, после ВДНХ замерз, мороз, вот сейчас в ресторане, сейчас покажу меню. Белорусская хата называется, на Мясницкой находится в Москве, сейчас вот здесь традиционные драники, очень вкусные, я вам покажу, что они готовят, что нужно заказывать, сколько стоит. Хорошо? Все, ждем заказ. Короче, коршуны, смотрите, морс, самогон и колдуны. Раньше клади зелень, я спрашиваю, а почему сейчас зелени нет? Она говорит, не положено и ушла. Представляете, какая наглость. Чаеве оставлять здесь не буду. Сейчас это все съем и скажу вам, сколько это удовольствие мне обошлось, во сколько. Кто не знает, что такое колдуны, это тертая жареная картошка и внутри, вот видите, грибы, обжаренные с луком. Ну, в принципе, можно и дома. А это грибной соус. Можно и дома такое блюдо приготовить. Я, кстати, когда-нибудь из роликов, видео вам это покажу, как это делается. Очень вкусно. Короче, коршуны, я за все это дело заплатил 1090, плюс 100 рублей стояло на чай. Скажу сразу, официантка мне не понравилась, не профессионал, я ее бегал, искал, чтобы она меня рассчитала, потом она говорит, сядьте, я сейчас приду. Ну, ладно, ну 100 рублей оставил все-таки, принесла покушать, заработала. Ладненько, идем дальше, идем дальше, ребята, я выпал самогона, все, короче, я веселый, 50 грамм меня, меня вообще по всем, по всем фронтам расслабило. Коршуны, привет, с Красной площади. Ну все, тридцать день, поездка восходит к концу, сейчас с вами сходим покушаем и в Сапсане уже будем прощаться. Я хотел ответить на один комментарий, я же читаю, что вы мне пишете под моими предыдущими видео. Женька, не жалко ли тебе денег поехать в Москву и вот так просто на гостиницу, на продукты, на все потратить. Ребят, не жалко. Я, во-первых, заработал на это, во-вторых, ну а что сидел бы дома, правильно? Ну сидишь дома, как пень, никуда не выходишь, это же скучно, нет, мы должны с вами работать, зарабатывать, стремиться для того, чтобы была возможность вот так путешествовать, что-то смотреть, чем-то наслаждаться, чем-то удивляться, в общем, чтобы всегда быть позитивным, активным, короче, и прожить до 100 лет, да, короче, холод, ребята, собачий, в Москве еще влажность высокая, выше, чем в Питере, плюс ветер такой, знаете, морозный, и выдувает, и холодно, и вот рука у меня замерзает, в общем, сейчас еще прогуляюсь прекрасно и пойдем с вами кушать. Так, обзор цен на еду в кафе в Москве, кафе Муму на Арбате, значит, салат, борщ, зеленый чай, индейка, пюре и десерт обошлись мне 715 рублей, это кафе самообслуживание, то есть ты сам набираешь еду и вот так садишься, кушаешь, вот так, подорожала еда в Москве, раньше я все это покупал за рублей 400, еще года полтора назад это все стоило, не 700 явно, ладно, приятного аппетита. Все, я с Афсани, еду домой, счастлив, радостный, выходные прошли классно, но быстро, это единственный минус. Давайте посчитаем, сколько потратил я. Гостиница десятка, билет на Афсан 4 500, но это самые такие две основные статьи расхода, потом на метро в Москве я потратил рублей 500, у меня карта Мир, это не реклама, просто когда Миром рассчитываюсь, я там что-то совсем копейки стоит поездка. Так, что еще, ну 15 тысяч у нас вышло, да, с вами, проел где-то тысячи, тысячи три где-то, ну вот, грубо говоря, в двадцатку мне поездка-то обошлась. Вот такие новогодние каникулы, ну ничего, не в кредитже, заработал, поэтому все нормально. Кто-то говорит, заплатил бы по ипотеку, коржу, ну я и так плачу ипотеку, все нормально, если ипотека заплатится, ничего с ней не будет, тоже сильно спешить не надо, рубль обесценивается, ну в том плане, понятно, что и возможности есть платить, я плачу, однако, ну, собственно, ничего. Так, как-то так, что еще, что еще сказать по поводу Москвы и Питера, вот я явно такую разницу увидел, что очень много приезжих в Москве, больше, чем в Питере, и очень много с южных регионов, прям вот они толпами ходят, в метро, в торговых центрах, это мне не бросалось в глаза. И, судя по их поведению, не особо, я не скажу, что оно какое-то особо отличается, не особо у них много денег, я так скажу. Это по одежде видно, потом, как они вот, смотрю, как, ну, тоже людям уже хочется развлечений каких-то, вот позвольте, они себе это не могут, я это прям отследил. Цены на музеи атомные, еще вот хочу сказать, на ВДНХ, значит, на ВДНХ, значит, рублей, 500 рублей стоил вход в один павильон, представляете, там эти павильонов хуча, вот, как-то так, как-то так, вот, вот, красивый зимний лес. Берегите свое здоровье и здоровье ваших близких, взрослых и маленьких. Да-да-да, да-да-да. Ладненько, собственно, впечатлениями с вами поделился, еще увидимся, будет следующее видео по ценам на продукты в Москве, то есть я сейчас обработаю, вот это загружу сразу же вам, да, чтобы вы посмотрели, и там через пару дней уже выложу видео касательно, касательно сколько стоят продукты в Москве, обзор магазина лента, вот так, все, пока-пока, пока.